Здравствуйте! Это программа «Ваш вопрос». Меня зовут Ольга Штополь. Мы работаем в прямом эфире. В ближайший час мы назовем имена тех, кто претендует на победу в конкурсе «Фотовыборы-22» по номинациям. Если вы участвовали в конкурсе, смотрите и слушайте внимательно. Если только слышали о конкурсе, что ж, болеете за ваших знакомых, которые уже отправили фото на выборах и заявили о своем участии. Вы можете присоединиться к беседе, задать вопросы, которые вас интересуют, ну или поддержать участника конкурса. Телефоны прямого эфира, 5 пятерок, 0, звонок бесплатный. И я хочу представить тех, кто поможет нам выбрать претендента на победу в этом конкурсе. Итак, сегодня с нами... Здравствуйте! Сегодня с нами Антон Панкрашов, блогер. Здравствуйте, Антон! Здравствуйте! Андрей Раевский. Здравствуйте! Он фотограф, он уже помогал нам в одном из проектов. Это было лето СК-24. И Андрей поможет определить, насколько искренними были улыбки участников этого фотоконкурса. Правильно я понимаю? Добрый день! Сделаю все, что в моих силах. Спасибо большое! Ну и Кирилл Гусев, он менеджер проекта «Фотовыборы-22». Здравствуйте, Кирилл! Добрый день! Вновь рада вас приветствовать. Ну и спасибо большое за эту помощь и поддержку. Я еще хочу сказать нашим телезрителям, что у нас на связи будет Илья Звягинцев. Он редактор по выпуску сайта «Катунь-24» и тот же принимал непосредственное участие в организации и помогал этому конкурсу «Фотовыборы-22». Я хочу начать вот с чего. Конечно, организатором конкурса выступил Зайкальский дом «Регион». Но организовать, провести, собрать вот такое вот количество участников можно было только в семье, заручившись поддержкой. За что огромное спасибо Кириллу Гусеву. Кирилл, спасибо вам большое. Давайте напомним все-таки, как проводился конкурс. Я хочу сказать, что принять участие мог любой человек старше 18 лет. Правильно? Все верно. Что еще? Чтобы побороться за пресс, нужно было, ну как минимум, прийти на избирательный участок, проголосовать. И сделать свои фотографии. Коротко расскажу о конкурсе. Да, действительно, любой желающий от 18 лет, либо даже те, кто помладше, но могли прийти с друзьями, с родителями, которые есть 18 лет, прийти на избирательный участок, проголосовать. Рядом с избирательным участком найти специальные плакаты нашего конкурса «Фотовыборы-22». Сделать свои фотографии и выложить эти фотографии в социальные сети, в Одноклассники, ВКонтакте, в Инстаграм со специальными хэштегами «Фотовыборы-22» и хэштегами своего муниципального образования. Суть и задача конкурса, это было, конечно, привлечь людей к избирательному процессу, сделать этот процесс немножко ярче. У нас действительно конкурс был очень популярный. В период с 18 марта по 20 марта выставили в разных социальных сетях у нас больше 15 тысяч публикаций. То есть, получается, всего чуть больше суток, да? Сутки. Почти двое суток, да, они выкладывали по условиям конкурса. Фотографии должны были быть сделаны 18 числа и выложены в период с 18 по 20 марта. И задача главной конкурса сделать этот избирательный процесс в участии в выборах несколько ярче, в том числе ярче в социальных сетях. Она, наверное, была выполнена, потому что, если многие смотрели свои ленты, ленты были наполнены не только сухими цифрами о явке, о количестве пришедших избирателей, но были наполнены оригинальными, яркими фотографиями жителей Алтайского края, за что и большое спасибо за то, что откликнулись на конкурс и действительно поддержали нас своими улыбками фотографии. Ну вот, на самом деле, ограничений для участников в конкурсе, да, как надо сделать фотографию, практически не было. Согласитесь, можно было использовать самые разные фильтры. Фильтры – это хорошо для фотографии, Андрей? Ну, в каких-то моментах, да. Ну, я за естественные фотографии, в том числе и за естественные живые эмоции. Ну, вот, я хочу сказать, что все-таки ограничений у нас немного было. Ограничений, да, практически не было. Вы могли сделать селфи, могли попросить друзей или знакомых сфотографировать раз, могли фотографироваться один, с детьми, с семьей, с друзьями, со всеми, с кем угодно, с животными. Даже были у нас и такие фотографии с домашними питомцами. Поэтому ограничение было одно, что эти фотографии все-таки должны быть сделаны на фоне плаката нашего конкурса. Ну, что я хочу сказать. Вот мы сейчас теоретическую такую базу заложили под этот конкурс. Я вот хочу спросить Антона. Антон, вообще, насколько популярны такие фотоконкурсы в социальных сетях? Насколько активно откликаются? Вот мы сказали, что за буквально за двое суток, два дня и 15 тысяч человек, 15 тысяч участников. Больше 15 тысяч. Больше 15 тысяч. Да, больше 15 тысяч участников. Какой-то на вашей памяти фотоконкурс набирал такое количество участников? Ну, мы сейчас не берем, конечно, федеральные конкурсы. Нет, мы берем региональные. Мы берем наш региональный. Да, говорим о региональном, да. Ну, на мой взгляд, то, что издательский дом региона устроил такой масштабный конкурс, это, конечно, заслуживает, наверное, определенных хороших оценок. По той причине, что организовать действительно практически в каждом муниципалитете, если я ничего не путаю, фотозону, это, конечно, довольно тяжело и очень трудоемко. И то, что люди откликнулись на этот конкурс, это показатель как раз того, что мы с вами увидели заполненные лентой в социальных сетях людьми, которые фотографировались на фоне плаката. Я даже, знаете, в Твиттере видел несколько твитов, да, такого содержания, знаете. Ну, как обычно, пишут в Твиттере о том, что вот, да сколько можно-то публиковать уже эти фотографии. Один я, что ли, там, не сфотографировался там или что-то такое. Так, срочно нужно это допущение исправлять, да. Были такие вот нюансы, ситуации, вот. Но, честно говоря, на уровне региона я такие конкурсы масштабные не припомню. Я думаю, нужно продолжить в этом, да, в этом же стиле, в этом же русле. Ну, вот я хотела сказать, что ограничений, вообще минимум был ограничений, в том числе и выбирая сейчас победителей, да, мы будем ни там ни одного, ни двух, а мы будем выбирать по два победителя в каждой номинации. А номинации, я хочу сказать, пять. Это вот я еще раз объясню для Андрея, который, да, у нас будет все-таки оценивать такую с профессиональной точки зрения фотографии. Мы решили, что если уж жюри, то жюри пусть будет профессиональным. Я хочу сказать, что номинации были самые разные. То есть, понятно, да, самая массовая фотография, да, самая массовая фотография, лучшая массовая фотография, это, конечно, ну, безусловно, это то, что напрашивался вывод само собой, потому что люди приходили группами, фотографировались группами перед баннером фото выбора 22, но еще из номинаций самое улыбчивое фото, я уже говорила перед эфиром, что улыбка украшает любую фотографию и вообще любого человека, самое улыбчивое фото, самое оригинальное фото, лучшее семейное фото и патриотическое фото, и так пять номинаций, правильно, Кирилл? Все верно. Все верно, это номинации, которые определяются у нас членами жюри, но стоит, наверное, помнить, что есть еще и другие номинации, где победители определяются по количеству лайков, по количеству репостов, победителей по этим номинациям мы можем подводить несколько позже, если нужно будет уточнить эту информацию. Но сегодня это день, когда мы из 15 тысяч фотографий отобрали там где-то 10, 12, где-то 30 фотографий, все это, с одной стороны, очень субъективно, потому что работало над этим шесть человек, которые отслеживали три социальных сети, отбирали, на свой взгляд, разные фотографии, потом мы сводили их. Я вот хочу сказать, начать субъективно, так как участвовали в этом процессе шесть человек, мне кажется, тут наоборот, объективность повышается, потому что не было, то есть мы отсмотрели все социальные сети, правильно, именно эти люди. Но я имел в виду здесь что? В плане того, что каждый человек субъективно выбирал фотографию, которая выцепляет. И это было шесть человек, мы потом сводились, где-то выставляли действительно все фотографии были разными, где-то они дублировались, повторялись. Но это позволило нам собрать некий тот пул фотографий, который мы сегодня, наверное, зрителям готовы представить. Да. Что-то споров не доходило вперед. Споры были. Какую фотографию все-таки, какая подходит под абитацией, какая не подходит, потому что особенно разные возрастные группы людей, которые определяли их, им нравятся разные категории. И были, опять же, такие нюансы, когда одна и та же фотография, по сути, выкладывалась с двумя разными людьми, кого определить, как определить. Определяли в первую очередь по тому критерию, кто раньше опубликовал этот пост, ну и, собственно говоря, кому авторство принадлежит на этой фотографии. Поэтому споры были, определяли мы эти фотографии, начиная с 20-го числа, и вот, не дам соврать, закончили сегодня в 3 часа дня. — Все правильно. Все правильно, я подтверждаю. Я хочу, знаете, что сейчас предложить? Все-таки перейти к первой номинации. Я хочу, чтобы это было самое массовое фото, правильно, Кирилл? — Лучшее массовое фото? — Да, лучшее. — Это фотография от трех человек и более с оригинальностью. — Лучшее массовое фото. Сейчас нам режиссер поможет. Я думаю, что вот те споры, о которых говорил Антон, они начнутся именно здесь, потому что фото уже отобраны, у каждого к какой-то фотографии есть свое особое отношение. Кирилл будет комментировать, да? — Да, здесь фотографии были и избиратели, которые первый раз пришли на участок, получили значки девочки. Здесь вот молодежный парламент одного из районов сейчас, на память им воспроизвезду, которому мы подготовили плакат. Это типичные, знаете, такие у нас люди, которые… — Художественный коллектив. — Художественный коллектив ДК. Здесь вот тоже, наверное, что-то похожее. Ребята выступали, фотографировались, голосовали. Вот девушки у нас, если не ошибаюсь, с колледжа впервые проголосовали. Здесь школьный коллектив одного из районов, действительно, знаете, такая типичная школьная фотография, но тем не менее милая. Здесь… — Мы еще раз посмотрим эти фотографии, да, то есть, да. И вот эта фотография, которая близка нашей редакции. — Если не ошибаюсь, то есть, Калманский район, массовое фото, вот как раз-таки два человека выложило эту фотографию, пока вот отобрали одну, но это уже нюансы, да. Это тоже какая-то молодежная структура, молодежный парламент одного из районов, если не ошибаюсь, по памяти воспроизведу. То есть, были разные подписи к фотографиям авторов. — Мы сейчас попросим еще раз запустить эти же фотографии, чтобы мы могли, наконец-то, еще повнимательнее рассмотреть. Я скажу, почему я вот как раз, наша редакция склоняется к той фотографии, да, которая вот на площади, массовое скопление, потому что, как журналисту, мне понятно, насколько сложно было объединить всех этих людей на одной площадке, там, заставить в один момент улыбнуться, да, или что-то там, сделать какой-то знак и сфотографировать. Я хотела бы отдать свой голос, голос нашей редакции, как раз вот за эту фотографию. — Ну, вы не забывайте, что нам нужно в каждой номинации определить двух победителей. Поэтому я предлагаю просмотреть, и каждый человек выберет две фотографии, которые бы ему все-таки больше всего нравятся, да, коллеги по жюри, я имею в виду? — Ну, я представляю тоже. — И коллеги реально... — О, Андрей уже сделал свой выбор, прекрасно. Мы сейчас будем смотреть фотографии, а Андрей нам объяснит, какие он выбирает. Ну, и вот вторая фотография, все-таки я предлагаю девочек, вот, которые проголосовали первый раз. — Девочки — это представители, я сейчас не помню, какого заведения, по-моему, колледжа, одного из барнаульских наших колледжей. И значки, которые они держат, это значки, которые выдавались впервые голосующим или выбирающим президента. Вот группой, видно, пришли, проголосовали, и заодно сделали массовое фото, поучаствовали в нашем конкурсе. — Да, вот, кстати, два, две похожие фото. — А мне вот, допустим, понравилась вот эта фотография. — Школьная? — Да, потому что я только потом понял, что это три колледжа. — Белый, синий, красный. — То есть это такое забороченное действие, найти одинаковую одежду, то есть согласовать это как-то. Как правило, это очень тяжело в коллективе, в большом. То есть кто-нибудь, да, придет в чем-то не том. Соответственно, я бы даже их выбрал. — Коллеги, я вам тоже напомню, что здесь в этой номинации у нас есть два приза. За одному победителю мы вручаем четыре айпада, и за второму победителю мы вручаем, если не ошибаюсь, у нас айфон 8. — Ну вот, да, я, кстати, сейчас, когда Андрей открыл мне глаза на фотографию с триколором, да, то есть она такая символичная, в принципе, можно рассмотреть и ее тоже. Антон молчит. — Тут у меня просто, я тут сейчас наблюдаю, у меня такое право решающего голоса, да, мне кажется. — То есть мы предложили варианты, нужно, да, нужно прийти к единому. — Ну, я согласен, безусловно, что один из призов, безусловно, надо отдать вот последней фотографии, где на площади. — Да. — Предпоследней, да. — То есть они даже плакат вытащили, то есть когда уже сказали, что обязательно было условие, они вытащили. — Да, плакат вытащили, то есть действительно, это нужно было заморочиться. Вот. И я, наверное, все-таки действительно, знаете, склоняюсь все-таки к варианту второго моего мнения, это, скорее всего, именно триколор, потому что действительно действие очень такое, требующее какой-то подготовки, это же надо еще найти одинаковую одежду в цели. — Да, 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 да. — Вот, поэтому, ну вот, мое мнение совпало по первому вопросу, да, с вашим. — Антон, вот мы сейчас буквально берем минуту паузы, у нас есть телефонный звонок, ответим телезрителю и продолжим общаться. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? — Здравствуйте, молодой, вот и я. — Настя, очень приятно. Ваш вопрос? — Вот сейчас смотрю эфир и было озвучено, что итоги основные, да, по номинациям будут подведены сегодня, но что касается фотографий, которые будут... определяться по количеству лайков, когда итоги будут по этой фото. — Давайте еще раз, да, спасибо большое, Анастасия, давайте еще раз повторим, что да, действительно, сегодня мы определяем лучших в номинациях, да, лучших. — Все верно. — Да. — По условиям конкурса и как написано в положении, фотографии выставляются в социальной сети с 18 по 20 число и, соответственно, голосование проходит с 18, кто успел выложить 18, а так голосование проходит с 18 по 22 число включительно. То есть по 20 выставляется, по 22 проходит голосование, начиная с 22 числа мы начинаем подводить итоги по количеству лайков. Плюс ко всему у нас было еще несколько номинаций по количеству репостов в социальных сетях информации о нашем конкурсе. Один мы уже разыграли еще 1 марта, соответственно, по результатам конкурса ВКонтакте. Второй мы разыграем по результатам репостов в Одноклассниках и тоже разыграем вот в период до 24 марта. — Исчерпывающе спасибо большое. Ну давайте вернемся все-таки к нашей номинации. Это самое лучшее массовое фото. Я все-таки так и хочу добавить самое лучшее массовое фото. Что, если Кирилл нас поддержит, то это... — Определяйтесь, коллеги, надо понять, кому айфон, кому 4 айпада. — Ну, на мой взгляд, может быть, школе отдадет, допустим, если мы сошлись в умении, 4 айпада таскать на каждый класс, либо как у них подразделения эти делятся. — Да, давайте это будет школа. — Да, я не против. — Хорошо, тогда у нас получается 4 айпада айпада уходят у нас в школу, если приблизят или подскажут там в редакции, там видно, какого района, соответственно, подписи. — Сейчас вы уточним, да. — Мы обязательно выставим. И один айпад айфон 8 мы, соответственно, направляем автору фотографии массовой, правильно, которая выставила более ранее, которая является вот у нас непосредственно автором, который фотографирует. — Я не против. — Сошлись. — Итак, да, но я хочу уточнить, что все-таки итоги у нас, ну, мы это называем предварительными, да, потому что, когда мы закончим работу в студии, работа уже начнется на месте. Кирилл. — Да, у нас есть нюансы, то есть мы сейчас отобрали фотографии, сами понимаете, 15 тысяч, большой объем работы. Главное условие там было, это действительно и прийти на выборы, поучаствовать и выставить правильно фотографии конкурса. Поэтому сегодня мы в прямом эфире выбираем тех двух прецедентов, которые должны победить. После эфира мы едем, как раз этих прецедентов проверяем на то… — На соблюдение условий. — Да, на соблюдение условий конкурса. И окончательное решение будет завтра в наших официальных аккаунтах нашего конкурса, в том числе на сайте katun24.ru, да, и в наших социальных сетях. — В 6 часов мы будем готовы это решение выставить, опубликовать всему миру. — Отлично, а мы рассказать, поддержать и опубликовать дальше, распространить. Ну что, переходим к следующей номинации, правильно? — Да, конечно, я буду себе пометочки представить. — Я предлагаю, это самое улыбчивое фото, потому что я все-таки хочу, чтобы Андрей нам помог определить, какая из улыбок самая естественная. Отлично. А вот они у улыбки. Ну, мне кажется, очень естественное фото девушка, видимо, занимается в творческом коллективе. — Ну, в танцевальных коллективах они всегда улыбаются, практически это их, как бы, кредо по жизни, профессионально улыбаться. — Вот, и следующая фотография. Если можно, я попрошу, чтобы наши телезрители видели эти фотографии крупно. — Да, здесь, когда отбирали, руководствовались действительно либо улыбкой, либо какой-то постановкой, либо эмоцией, либо так, как у нас все-таки было четыре парня из шести человек, из шести-семи человек, которые выбирали номинантов, были все-таки это парни. Вот, поэтому, наверное, девушек тут все-таки больше преимущества, но тем не менее, потому что, сами понимаете, женская улыбка, она подписающая. — Да, я уже готова озвучить выбор редакции, поэтому я сейчас все-таки досмотрю до конца этого ряда и фоторяда, и озвучу. Ну, вот такая вот девочка, которая вместе. — Вот. — Семейная пара улыбается, фотографируется. Человек тоже первый раз пришел на выборы, это подтверждает значок и обложка паспорта. — Человек пришел на выборы в любом состоянии, в любой ситуации, да, я иду на выборы, неважно. — Ну вот, здесь поддерживали действующего президента, здесь замеряли улыбку, подписали 15 сантиметров, ширина улыбки, очень старались выиграть в конкурсе. — Андрей, вы определяетесь, да? — Конечно, я всматриваюсь. — Угу. Фотографий действительно много в этой номинации, да? То есть собрать массовых фотографий, скажем так, было меньше, чем фотографии с улыбкой. — Здесь сразу прокомментирую, очень многие фотографии не попадали, потому что были либо однотипные, мы одну самую привлекательную из однотипных выбирали, либо потому что они там были немножко хуже качества, но тем не менее мы старались выбирать не столько по качеству фотографий, потому что все фотографируются по-разному, а именно вот по... — Есть очень фотогеничные люди, да, Андрей, или хорошо выбранный ракурс? — Ну, большинство людей знают свой ракурс, поэтому и сроки делают, да, именно с рабочей стороны. — Нашли нашу наклейку, получали, которую мы раздавали и распространяли в районах, тоже такие наклейки, с призывом поддержать в конкурсе. — Ой, вот как раз за эту фотографию семейную мы бы хотели отдать свой голос. — Да, есть пограничные у нас фотографии, которые бы, с одной стороны, подходили и под лучшие массовые, либо под лучшие семейные фото, но улыбка здесь все-таки больше превалировала, и поэтому вот тоже мы эти фотографии решили отдать в эту номинацию. Но если у вас будут, коллеги, пожелание переместить фотографию с одной номинацией в другую, мы с вами можем это сделать. — Ну, это последняя фотография. Посмотрели, осознали, есть что сказать блогеру, есть знакомые лица, есть частые пользователи социальных сетей? — Ну, вот, знаете, очень трудно действительно выбрать. Я вот смотрю, девушки, безусловно, все очень привлекательные. Я, наверное, соглашусь с вами в том плане, что фотография, где мама и дочка фотографируются, она очень такая милая, естественная. — Я кажется, естественная. — Улыбки естественные. — Поэтому вот один из двух своих голосов я отдам, безусловно, этой фотографии. — Андрей не согласен. — Андрей не согласен. Там есть еще одна такая же беззубая улыбка, о которой говорил Андрей до этого эфира. — Мне показалось, что та семья более живая, более эмоциональная. Но на самом деле мне понравилось, если семейные братья в расчет фотографий, отец с сыном, я так думаю. То есть у отца хорошие ровные зубы, улыбка хорошая. И на заднем плане мальчик довольно прикольно улыбается. — То есть вот эта фотография. — Так, хорошо, у нас есть вторая попытка определиться. У нас есть еще второй победитель, правильно, в этой номинации? — Да, у нас два победителя должны быть, как всегда, в каждой из номинаций. Поэтому предлагаю коллегам отсмотреть еще раз фотографии. — Ну а также я добавлю свои пять копеек. То есть мне понравилась довольно-таки не расстраивающаяся девушка в любой ситуации со сломанной рукой. — Давайте, действительно. Да, это девушка, которая достойна уважения. — Вдруг она еще правша, ей неудобно было галочки ставить левой рукой на выбор ставить. — Точно, да, 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 да. — Мне кажется, очень прикольно. — Я вот тоже второй голос своего жалуя дам за эту фотографию. — Тут единогласно. Редакция тоже за этого участника конкурса, потому что действительно настроение не смогло испортить девушкам ничего. — Коллеги, ну напомню, что вам нужно определиться все-таки еще с одной фотографией, определиться по призам. Кому что даем? В этой номинации у нас два приза. Это у нас, соответственно, фотоаппарат Sony CyberShot iX400 и Apple iPhone 8. Соответственно, один подарок у нас чуть подороже, но другой портативная камера тоже довольно-таки хорошая, которую можно фотографировать и делать прекрасные лучшие фотографии. Поэтому определяйте. — Ну что, девушка наверняка будет рада средству связи. — Я думаю, да, все-таки. А если брать в расчеты семейного, то фотоаппарат, он будет им нужнее, чтобы запечатлеть все свои яркие самые моменты. — Хорошо. Осталось определиться. — Да, осталось определиться. — Какую семей хотите брать? — Давайте, если человек, фотограф, говорит, что улыбки естественные, фотография естественные. — Нет, ну почему я готов прислушаться? — Если дополнительные аргументы. — Конечно. — Мне нравится вообще, как это правильно называется, как выстроена фотография. — По композиции? — Да, вот той вот фотографии, о которой я говорила. То есть мама, дочка, там еще кукла где-то, то есть голосуют все. То есть на избирательном участке всем есть место. Андрей, давайте по композиции. Да, я думаю, что вот эта вот семья, которая… — Которая выбор редакции изначально была, да? — Да, да. — То есть где у нас девочка с мамой, если я не ошибаюсь. — Да, у нас есть отдельная фотография, но это мы в конце нашего эфира, наверное, все-таки покажем тех, кто претендовал на победу, и тех, кто… Вот эта девочка. — Ну, почему нет, я соглашусь с вами. Потому что очень тяжело, на самом деле, выбрать из той, из этой, из этой. Они все живые, эмоциональные. — Они все участники, они все это уже сделали, они все молодцы, они все уже приняли участие в этом конкурсе. — Как же вы долго будете спорить с лучшими семейной фотографиями? — Ох, да, Кирилл уже объявил нам следующую номинацию, это лучшее семейное фото. — Здесь, коллеги, у нас будет также два приза, сразу напомню, что… — Кирилл, давайте, да, давайте. — Да, да, давайте сейчас подведем итоги. Итак, у нас все-таки семья с девочкой, с куклой, да, мама. А вторая фотография, это… — Девушка с сонной пальцем. — Да, да, неунывающая, да, неунывающая участница выборов. — Я бы, да, так и назвал фотографию, неунывай, приходи на выборы. — Конечно. Ну что, мы готовы к следующей номинации, к обсуждению следующей номинации, и, да, это семейное фото, да. Кирилл, много было фотографий семейных? — Очень много, семейных фотографий было больше, чем коллективных, чем массовых, отбирать их было очень сложно, тоже пытались выбрать фотографии, которые цепляют глаз, либо улыбкой, либо какой-то подготовкой, либо действием. Были фотографии там, где у нас семьи в несколько поколений выстраивались, где были фотографии, где просто один из родителей у нас с ребенком, но почему-то привлекла нас именно улыбка, не зная энергетиков и некоторые фотографии. Поэтому фотографий было много, большое количество. Отбирали, в том числе и по территориальному признаку, чтобы не были представители исключительно одного города, чтобы у нас были и города, и районы, чтобы у каждого… — Я хочу вот на эту фотографию обратить внимание, да? Кирилл говорил, что это семья, которая смотрит в будущее. — Да, у них подпись была «Вместе выбираем будущее», там, с надеждой смотрим в будущее, что-то такое, по памяти воспроизвести сложно, но, тем не менее, когда будем публиковать победителей, мы обязательно будем выставлять скрешоты. — Все комментарии, с которыми приходили фотографии, конечно, это вообще отдельная история. Причем я могу сказать, что к каждой фотографии, да, практически, была вот такая вот небольшая история, небольшая заметка, да? — Да, многие, кто-то просто ставил хэштеги, кто-то делал описание, кто-то говорил, и вот описание, конечно, читали, те, кто просто поставил хэштеги, они тоже молодцы участники конкурса, но тот, кто вложил еще какую-то историю… — А вот смотрите, с чувством юмора, хочу голосовать и замуж… — Под этой фотографией участники даже написали стихи, вот, сегодня в качестве скрина не стали их выставлять, но если им удастся победить или просто найдете эту фотографию у нас в социальных сетях, можете посмотреть, там очень милый стишок, посвященный выборам, посвященный этим двух детям. Вот так. Поэтому такие… — Кирилл, у нас есть, да, уважаемый гость, у нас есть телефонный звонок, давайте ответим телезрителю и приступим к обсуждению. Здравствуйте! — Здравствуйте! — Вы в эфире, как Вас зовут? — Меня зовут Никита. — Никит, Ваш вопрос. — Ой, да я хотел бы у Вас уточнить, как будет оцениваться конкурс по репостам в социальной сети ВКонтакте, если в официальной группе в связи с большим количеством фотографий поступивших пользователей, ну, как бы пользователи самостоятельно выставляли фото с конкурса, а не от имени группы. И в связи с этим сделать репост на личную страницу теперь не совсем получается. — Спасибо за вопрос, да. — Да, позвольте, сразу отвечу. Немножко, наверное, не так участник понял условия конкурса. По репостам было условие, если Вы изначально выступали в нашей группе, смотрели, было условие сделать репост записи о проведении конкурса на своей странице и сделать так, чтобы репостов с Вашей страницы было намного больше. И ВКонтакте подведены уже итоги были 1 марта, и мы вместе с телеканалом Катунь-24, с издательством Доми-регион, даже снимали сюжет отдельно, про это говорили, отдельно выставляли на сайте Катунь-24 и в социальных сетях, о том, что победитель был выбран по количеству репостов. И победил у нас представитель студенческого правительства политехнического университета, если не ошибаюсь, Павел Пахомов. В «Одноклассниках» еще репосты о записи конкурса продолжаются, соответственно. Но я думаю, что как раз к 24 числу у нас там уже есть пул ребят, которых нужно смотреть, но так как технически механика «Одноклассников» несколько иначе, чем ВКонтакте, там сложнее следить, сложнее всех проверить, чтобы не ошибиться, чтобы действительно отследить там и накрутки и так далее. Поэтому я думаю, что до 24-го мы выставим точно, возможно, даже раньше мы это сделаем, подведем итоги. Естественно, Катунь-24 оповестит, Катунь-ФМ поддержит эту информацию и обязательно эта информация дойдет до вас. Но давайте мы вернемся к нашей номинации. Это все-таки семейное фото, и мы, кажется, тут как-то уже так мысленно сошлись, пришли к единому мнению. Ну вот фотография с чувством юмора, да, когда фото с юмором, это тоже оценят и заметят все, и профессионалы, и непрофессионалы. Да, семья, на которой… Прокомментирую, было много фотографий, в том числе и в номинации отобранных, где семьи выставляли какие-то таблички, где-то рисовали, где-то распечатывали. Но почему выбрали эту фотографию? Не только потому, что она вот такая яркая. Здесь, конечно, сыграло роль выражение, когда отбирали выражение детей, они действительно там и мальчик отыграл, и девочка. Настроение фотографии это сделали. Ну и, конечно, написали маленькое четверостище, зайдите, найдите фотографию, мы обязательно опубликуем, почитайте, очень милое и доброе. Ну что, голос редакции я бы отдала как раз за эту фотографию, за семейную фотографию, на которой дети строят планы на будущее. То есть, мальчик ждет, когда ему исполнится 18, вот, пожалуйста. Девочки, мальчик, девочка такая веселая, улыбается, мальчик такой грузет. Мальчик суровый, в ожидании. В ожидании, да. Ну, тут, по-моему, действительно… Дети отработали на стоп, молодцы. У папы как бы нейтральное, как бы что-то серые будни, пришло что-то сделать. Дети молодцы. То есть, за счет дикта фотография только, да, и выигрывает, на самом деле. Ну, а как насчет семьи, которая смотрит в будущее? Ну, на самом деле, здесь очень много хороших фотографий, приятных, улыбчивых, семейных. То есть, ну, мне кажется, эта фотография тоже, она запоминается. Тем, что они заморочили, что-то такое придумали. Они выстроили, да, да, да. То есть, я бы тоже отдал голос за эту фотографию. Ну что, Кирилл, Антон. Ну, знаете, я вот в сомнениях немножечко. В том плане, что мне вот еще нравится фотография, где мама, по-моему, держит дочку, и у них такие тоже какие-то костюмы такие, это, видимо, какое-то муниципальное. Да, 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 да. То есть, они с символикой российской, нет? Ну, вот сейчас подождем, она появится. Ну, еще раз, просмотрим фотографию, потому что... Чтобы не ошибиться уже окончательно. Да. Вот это, кстати, тоже белый сиденье, красный, если вы не заметили. Ребенок, папа, мама. Угу. Они так и подписали, я вспомнил фотографии, подписали наш триколор. Это очень хорошо, мне кажется, да, что символики было так. Люди действительно... Я вижу знакомые лица. Я думаю, что люди, которые, да, у блогеров тоже встречаются люди, которые на этих фотографиях, с которыми мы общаемся. Другая фотография, или это Антон? Нет, другая. Вот это тоже хорошее, но вот мое внимание пало немножечко на другую. Что у нас? Это Барнаул, да, и фотография? Ну, все-таки... С Барнаулом трудно. Вот это тоже хорошее. Вот я сейчас, кстати, думаю между вот этой фотографией и... Вот Благореченский район, да, видим по хэштегу. Снова Барнаул. Много фотографий. Тальминский район, да, семья, которая пришла... Да, да, все поколения. Тоже большая семья. Может, все-таки это была та фотография, где Триколоран, или вот эта? Нет, нет, нет. Тоже нет. Еще, да? Еще одна. Еще одна фотография. Вот, смотрите. Вот, вижу. Самилота такая, прям, знаете. Крутихинский? Это был Крутихинский район. Вот, поэтому здесь вот действительно на семья, которая смотрит в будущее, я согласен с коллегой, в том плане, что действительно была такая интересная задумка. Вот, но та фотография вот мне нравится просто, потому что она... По энергетике, да? Ну что, мы все улыбаемся. Крутихинский район. Коллеги, еще напомню, что... Напоминаем призы. Да, призы. У нас здесь два приза. Это 4К-телевизор, который стоит здесь у нас в студии, и, собственно говоря, ноутбук, который тоже находится в студии. Поэтому нужно определяться, кому что, какую номинацию, ваше решение, ваше решение, а наше исполнение. Не знаю, я бы, может быть, чисто с точки зрения долбанул бык детям, которые уже, так сказать, подрастают для развития какого-то. То есть, а телевизор уже тогда, семье... Себе? Себе? Себе, семье. Себе. Ну, можно оставить и себе. А ты именно о семье из Крутихинского района тогда. Давайте к Крутихинскому району. Поддержу коллегу. Да, мы следарны. Итак, в Крутихинский район семье уходит телевизор. После проверки тщательной, да? После проверки. Вот. И второй приз – это ноутбук. Ну что? Да? Уходит в семье, да. Семье, так понял, которое с детьми, с табличками. Да, 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 да. Дети, которые ждут будущего. Итак, времени остается не так много. У нас впереди еще две номинации. Ну что, я предлагаю самое оригинальное фото. Да, там очень много фотографий. Да. Хотели отличиться оригинальностью, но вот мы уже с Кириллом посовещались. То есть, как бы, оригинальность заключалась в акробатических номерах? Да, разные ребята. Кто-то делал карабатические номера, кто-то пытался отограть эмоции, кто-то пытался сделать шоу. Да, да, да. Я сейчас попрошу. Вот, пожалуйста. Очень много. Но так как это галочка, кто-то вот фильтрами обрабатывал, пытался делать технические. Кто-то вот в таком виде приходил на избирательные участки. Ну, тоже мило. Кто-то также получал наши наклейки. И пытался найти им применение. В любом конкурсе селфи нигде не обойтись без фотографий с тематикой «Иди за мной». Вот тоже акробатические номера. Вы все-таки это не массовое фото, да? Это акробатические номера. Ну, мы решили, что это оригинальное. На массовость она у нас не особо тянет. Но она так красиво была сделана. Поэтому вот ребята наголо вставали. Делали все возможное, чтобы привлечь внимание к себе, к конкурсу, к плакату. Романовский район. Куда же без медведя? Это, если не ошибаюсь, было возле Близняшки, возле Аграрного университета. Такая, собственно говоря, участка. Это отсылка к фильму «Матрица». Да, всем известная сцена по выбору. Творческие коллективы, куда без них. Да, но тут ребята красивые. Кто-то вот пользовался редакторами в силу своих способностей. Кто-то показывал, что у них целая творческая семья. Привлекал внимание. Ну, это тоже своеобразный, да? Там физкульт-привет. Из какого района? Вот, пожалуйста, да. Кто-то со своим плакатами. Да, кто-то пришел со своей, наверное, любимой. Со своей парой. Персонажем, актером. В Павловском районе где-то успели еще найти Деда Мороза. Дональд Трамп проголосовал у нас, пожалуйста. Это кто-то в полете. Это в фотошоп? Нет. Нет. Кто-то фотографировал процесс фотографирования. Так. Вот. Это Баба Яга. У нее на плакате написано, что хочет айфон 8, что в лесу он должен хорошо работать. Это отдельная фотография, которая нравится лично мне, потому что как девочка отыграла «Родина-мать зовет» плакат знаменитый. Мне очень понравилось. А почему не семейное фото? Потому что они так мило улыбались и в семейных фотографиях уже было много. А, понятно. А здесь вот держу. Я вот за это, я хотела бы отдать голос, это невеста? Там была серия фотографий, девочки выкладывали, соответственно, не одну фотографию, а несколько. Там, где невеста с подружкой невесты, и там есть фотографии, где она бросает букет, они, конечно, немножко размазаны, смазаны, но тем не менее. Кто-то сделал два своих портрета, еще одна фотография «Иди за мной», но теперь с паспортом. Кто-то приходил со своими животными. С домашними животными. С козликом. И была вторая фотография, где ближе показано, что у животного козлика значок выборов, о том, что он пришел на участки. Наверное, это последняя фотография, я так понимаю. Так, нет, есть еще продолжение, подсказывают мне. Нет, последняя. Так, да, ну что, давайте попробуем по памяти восстановить то, что вызвало наибольшее количество эмоций у меня, у вас, у нашей редакции. Ну, мне вот запомнился, прямо почему-то резко, закрывая глаза, то есть парень с двумя своими плакатами, портретами, то есть грустный, добрый, улыбчивый, не улыбчивый. Мне кажется, довольно прикольно было. Я вот не знаю, честно говоря, вот самое оригинальное фото, как выбирать, конечно. Конечно, тяжело, потому что совсем по-разному подошли, да, и фильтры, и какие-то там другие способности, например. Акробатические. Что будем делать? Я вам еще подскажу, чтобы добавить сложности выбора, что призы в этой номинации у нас не совсем стандартные, они более молодежные. Это консоль игровая PlayStation 4 Pro, и это моноколесо, соответственно, Airwheel Q3, это все понимают, что такое, наверное, да, это вот есть гироциклы, до которых катаются двухколесные, это одноколесный гироцикл, на котором можно передвигаться по городу, кататься и развивать скорость, если не ошибаюсь, даже до 30 км в час. А вот такой приз, то есть оригинальные, самые оригинальные фото, самые оригинальные подарки, которые составляют людей лбаться. Хочу обратить внимание, сейчас одно фото показали, я очень люблю фильм «Матрица». И тут же подумали об игровой консоли. Нет, я подумал о парне, да, который сделал такую отсылку к фильму, да, к проблеме выбора, вот, и поэтому один мой голос я бы вот отдал этому парню, как раз потому, что, ну, действительно, она хоть и не такая технически сложная была, но просто сам факт, задумка, очень классно. А Родина-Мать, вот, образ Родины-Матери… Это нравится мне, но, коллеги, я повторюсь, что просматривал, отбирал фотографии, поэтому здесь… Ну, Родина-Мать, на мой взгляд, она отыграла просто по эмоции, воспроизвела плакат. Если брать в расчет именно, что отыграла по эмоции, здесь много таких людей, соответственно, выбор расширяется. Ну, вот, ну, что? Я бы тоже из этого Морфеуса… Матрица, да, проголосовал. Да, и вот это вот лично мне нравится, ну, оригинально, просто оригинально. Ну, оригинально, согласен, да. Ох, я приберегу второй голос сейчас, вот, знаете, мне все-таки фотографии с животными, я понимаю, что это не котик, но фотографии с животным, она, ну, с другой стороны, учитывая призы… Призы, да, то есть мы, конечно, можем попытаться что-то поменять, но призы купленные, поменять это, ущемлять других участников. Я думаю, что моноколесо или PlayStation 4 Pro там не очень подойдет. Ну что, Морфеуса или человека, который, да, делает правильный выбор, мы единогласно выбираем? А вторая фотография Андрея, подскажите мне все-таки. Я затрудняюсь с ответом. Может, Антон подскажет? Ну, вот Андрей озвучил, да, вот, у меня тоже, мне очень нравится фотография, где парень заморочился и сделал два своих плаката. То есть это было распечатать фотографию? Да. То есть это классно. Ну что? Я думаю, что, в принципе… Оно оригинальное, как минимум. Хорошо. Я, вот, действительно, я доверюсь мнению профессионала, потому что вот здесь вот мы оцениваем оригинальность, и все, что я здесь вижу, да, я когда-то где-то видела. То есть я видела вот эту «иди за мной», да, фотографию, я видела там, ну, фото с «Медведем», я тоже видела не один раз. Тут… Заринск я вижу. Да, это Заринск. Итак, Заринску мы отдаем что? Все-таки игровую приставку? И лимонное колесо. И лимонное колесо. Я предлагаю Заринску отдать приставку, потому что отсылка к фильму, явно человек любит. Игра. И игры есть, да, основанные на этом фильме, вот. Оно человеку, который распечатал фотографии, мы подаем его на колесо, чтобы ему было удобно доезжать до типографии. Чтобы скорость увеличилась, и производительность тоже результантильная. И главное без травм, соблюдая ПДД. Да. Ну что, у нас остается… Поправьте меня. Одна номинация? Да, самая патриотичная. Самая патриотичная фото. Подойдем со всей ответственностью, потому что эта ответственность была и на участников конкурса «Фотовыборы-22». Так что, ну что ж, прошу режиссера вот эту… Сразу. Да, да, да. Вот давайте сразу посмотрим самую первую фотографию, да. Это самая старейшая участница этого конкурса. Я просто хочу сейчас короткую историю. Ее Кирилл нам озвучит, потому что эта история тронула нашу редакцию. Я думаю, что зрители тоже должны понимать, кто приходит на избирательную участку. Здесь мы очень хотим попросить вас, коллеги, принять вот нашу точку зрения. Первая фотография, которая была, это бабушка у нас Раис Павловна, она зовут, если не ошибаюсь. Сейчас мы видим. Это один из самых старых жителей, который принял, наверное, старейший житель Алтайского края, который принял участие в выборах. Ей 104 года, сама своими ногами дошла до избирательного участка. К сожалению, родственников у нее близких сейчас нету, но она очень любит смотреть телевизор. Она узнала про этот конкурс от молодежи, когда они обсуждали, и сказал, что тоже хочет поучаствовать. И вот как раз в этой номинации у нас один из призов – это телевизор, самое патриотичное фото. Они пообещали бабушке, что вместе с ней сфотографируются и выражаются в социальную сеть. Они так и сделали. Человек, не знаю, ходит на все выборы на протяжении всей своей жизни, по-моему, достойного уважения. И человек, который 104 года своими ногами приходит выбирать будущее своей страны, кто он, если не самый большой патриот этой страны. Поэтому у нас есть предложение, вот заранее мы обсуждали это совместно с редакцией издательского дома «Регион». Один из призов – телевизор отдать тоже, соответственно, этой бабушке, Рейспалывание, Крутихинский район, село Заковряжин, если не ошибаюсь. По памяти воспроизвожу. Если поддержите, мы будем рады. Да, мы продолжаем. Давайте следующую фотографию посмотрим. То есть, если мы определились с одним призом, у нас остается выбор проще, у нас остается одна фотография. Итак, ну, патриоты, которые, да, очень любят свой паспорт. Атрибутик – это Бейск, да. Это просто милая девушка, если не ошибаюсь. Это просто милая девушка. Да, она у своего парня или мужа даже свою форму сфотографировалась. Может, она в Бейске учится. Нет, там, по-моему, пост был. Я могу ошибаться сейчас по памяти, сами понимаете, воспроизвожу. Ну, сложно вспомнить все это, но, тем не менее. Ну, здесь Бейск, да, готов к труду и обороне. Здесь люди тоже печатали прокат, фотографировались всей семьей. Это в Кулундинском районе наверняка была какая-то постановка, которая была приурочена к дню выборов. Мальчик нашел много флагов. Велики не бывает, да. Да, здесь сила и мощь нашего флага. Здесь традиционная трубута – шапка-ушанка. Вот как. Фотографирование себя. Это сами сделали, да, одностровая? Ну, да, да. Это, видно, распечатали, вырезали. Ну, это просто фотографии. Таких, кстати, было много, которые поддерживали. Вот интересная фотография, интересная история. Вот, это сейчас мы досмотрим и расскажем. Подождите, да, котики. То, что я хотела, да, фотографии с котиками, да. Так. Вот, есть две интересных истории у нас на конкурсе, и эти фотографии попали сюда. Не включить их в номинацию мы не могли, по одной простой причине. Вот эта девушка и вот фотография, которая была перед котиками, да, это избиратели, которые голосовали не на территории Алтайского края, не на территории Российской Федерации. Девушка заранее знала, что она будет находиться в этот момент, в момент выборов в Индии. Она пришла к нам, попросила, связалась с нами, попросила у нас афишу конкурса. Я сказала, я буду обязательно голосовать в консульстве в Индии. Готова поучаствовать в конкурсе, хочу поучаствовать в конкурсе. А второй парень, он, если не ошибаюсь, житель Рубцовска. Он узнал в Рубцовске о проведении конкурса, но уехал в Германию, там видно, по учебе, если не ошибаюсь. И вот он обратился к нам, попросил выслать ему макет нашего плаката, сам распечатал его, пришел на избирательный участок. И помимо того, что там сфотографировался с консульством, встретил еще и нашего знаменитого шахматиста Горякина, с которым, соответственно, и сфотографировался. И выложил эту фотографию. Здесь выборов объединяются. Да, у нас еще была фотография из Мальты, но она чуть позже подошла, поэтому ее здесь нет. Есть вот такие у нас интересные истории, что участники, даже находясь далеко-далеко за границами, тем более далеко-далеко от Алтайского края, все-таки знали о нашем конкурсе, в нем принимали участие и, соответственно, выслали нам фотографии. Это очень приятно. Ну что, котик мне, конечно, запомнился, но истории, которые сейчас рассказал Кирилл, они тоже имеют огромное значение, поэтому давайте обсуждать вместе. Антон, какая фотография запомнилась, если, допустим, брать в расчет истории, которые сейчас Кирилл нам рассказал, о наших соотечественных, которые находятся далеко за пределами, и, тем не менее, участвуют в конкурсе. Да, ну вот действительно, то, что ребята, которые заморочились, заранее узнали про конкурс, попросили прислать им макеты, это, безусловно, заслуживает уважения. Вот, это как раз фотография, да? Да, действительно, это очень классно. Но я вот, знаете, проголосую все-таки, мне очень понравился парень в костюме медведя, когда вот он был, он уже снял верхнюю часть себя. Верхнюю часть костюма? Верхнюю часть, да. Головы медведя? Головы медведя, да. И остался в нем. Ну, а то, что конкурс фото-выборы... Ушел за пределы Алтайского края. Ушел за пределы Алтайского края, да, безусловно, это говорит, наверное, многое. Я бы даже, может, за это проголосовал, если брать в расчет патриотизм. То есть, когда ты находишься на отдыхе, где-то Гуа, то есть, по идее, у тебя мысли даже не летают о выборах, а ты хочешь отдыхать, то есть, но они все равно... То есть, ты не привязан ко времени. Да, они все равно заморочились и сделали это. Использовали свой шанс. Да. Я хочу, гости, уважаемые, у нас есть звонок, давайте телезрителю ответим, и как раз у нас будет время, чтобы собраться с мыслями. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Да, здравствуйте, меня зовут Илья. Я являюсь редактором. Здравствуйте, Илья, да, Илья, очень приятно. Давайте я сейчас представлю, это наш Илья Зви, агентцев редактора по выпуску сайта Катунь24. Илья, рады слышать тебя. Илья сейчас находится за пределами нашей редакции, но он наблюдает за нашим обсуждением. И вот сейчас мы попросим его принять участие, высказать свое мнение. Илья, что можешь сказать? Какая фотография тебе кажется наиболее привлекательной? Ну, вообще, на самом деле, фотографий было великое множество, и спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. Но больше всего мне лично понравилась фотография, конечно же, бабушки, потому что в таком возрасте поучаствовать в довольно молодежном виде активности и интернет-конкурсе это многого стоит, на мой взгляд. Илья, спасибо большое. Действительно, бабушка у нас на особом месте, да, и она уже в числе победителей, да, победителей в этой номинации. Еще раз напоминаем, что в этот район, да, мы отправляем телевизор. У нас вообще много пожилых людей участвовало в конкурсе, были там, смотрели, если на фотографии, с моноподом, с палкой для фотографирования, если по-русски переводить, бабушки фотографировались и с детьми, с внуками, много пожилых людей принимало участие. Но вот так мы для этого специально снимали ограничения возраста в верхнюю планку, потому что конкурс действительно объединяет людей. Это очень приятно. Хорошо. Илья, ты с нами? Все, спасибо большое, Илья. Действительно, человек просто принимает активнейшее участие в работе, в оценке этого конкурса, в оценке участников. Ну что, давайте все-таки выберем вторую фотографию, второго, да, Сразу, чтобы было, может быть, проще и лучше выбирать второй приз в этой номинации, это беспроводная аудио-система Sonos, соответственно, в которую можно подключать к ней свои гаджеты, включать музыку по Bluetooth или дистанционно, или включать фото-график. Сейчас думаю о том медведе, да, который, скорее всего, да, вот стоп, да, вот этот вот медведь, давайте поближе, да, ну все, да, и еще, да, и значок у него, что медведь первый раз проголосовал, Ну, что я могу сказать? Ну, и с другой стороны, это тоже патриотичная шапка-ушанка, и символика, и медведь, то есть все в себе собрал в одно целое. Ну, а как же белый кот с триколором? Ну, котики-то всегда мило, то есть как бы... И выигрыши всегда. Да, они всегда выиграют. Мне кажется, эта фотография, если бы она будет участвовать в любом конкурсе, да, то есть как бы она... Соберет все призы. Да, она соберет лайки, призы и все остальное. Вот сила флага снова видим, Барнаул нам демонстрирует. Ну, еще Барнаул. Определяйтесь, коллеги. Да. Остался... Одна страна, одна любовь. Да, вот это просто, ну, опять же, по композиции нравится. Нравится, что оно такое все сдержанное, и вполне может стать баннером, да, на какое-то мероприятие. Да, я вспомнила эту историю, да, о тех, кто голосует за пределами Алтайского края. Я, конечно, может быть, неправильно скажу, но я все-таки предлагаю подумать насчет вот человека, который голосовал в Германии. Почему? Потому что вот у нас медведь, который фотографируется, если не ошибаюсь, то есть должен быть студент нашего аграрного университета. То есть мы его найдем и отблагодарим. Наверняка он в Барнауле, Барнаульский в Барну, у нас сегодня достаточно большое количество призов ушло, хотя вот и Крутихинский район, у нас два телевизора, получается, практически забрал себе. Но человек из Рубцовска, который учится в Германии и который знал о конкурсе, мне кажется, тоже. Но это мое личное мнение, я не хочу повлиять. Просто предлагаю. Либо посмотрите еще, какие есть варианты. Композиция вам нравилась, текст там тоже, по-моему, хорошая фотография, но в ней, на мой взгляд, есть маленький минус, она обезличенная. Она обезличенная, да. Неизвестно, кто там. Если говорить о патриотизме, то есть парень учится в Германии, то есть вот молодец узнал, тут ребята отдыхают на Гуа или в Индии, не знаю, где они тоже молодцы. То есть она, мне кажется, чем-то равнозначная все равно эти фотографии. Поэтому убирать между ними нельзя. Ну как-то да, получается, кого-то ухимим. Но это довольно прикольное патриотическое. Мне кажется, музыкальная, у нас музыкальная система, да, сейчас? Да, я думаю, что этот человек просто любит музыку, да, потому что если часть работы, часть своей, да, какой-то там занятости, да, проводит в этом костюме, его должна сопровождать музыка. Ну что, решили? Мне кажется, да. Почему? Отлично. Да, давайте это будет вот как раз, да, молодой человек в костюме медведя, в ушанке и со всеми прочими атрибутами. Давайте подытожим. Кирилл, мы справились сегодня с заданием. Сейчас предстоит еще один вид активности, еще одна работа проверить всех тех претендентов, которых мы сейчас назвали, правильно? Да, мы будем проверять, будем проверять на выполнение условий конкурса. Ну это потенциальные победители, правильно? В каждой номинации. Мы уверены, мы просто изначально осматривали, ну мало ли где-то пропустили, поэтому на 90% мы уверены, что тех, кого мы сегодня назвали, они у нас и станут победителями в этих номинациях. Вот, первый момент. Мы просто проверим формально, формальные условия, спишемся с ними обязательно, ну, наверное, уже не сегодня спишемся, наверное, мы с ними завтра эту работу проведем, потому что у нас сегодня надо еще, помните, да, начинать модерировать там количество и лайков, осматривать уже потенциальных лидеров и уяснять и смотреть. Поэтому работы по конкурсу еще много, но завтра в 6 часов вечера у нас итоги будут готовы гораздо раньше. То есть 22 марта в официальных аккаунтах, правильно? Да, и на сайте Катунь24. И на сайте Катунь24 и в наших социальных сетях мы опубликуем список победителей в номинациях. Внимание, да? Да, по каждому, по два победителя в каждой номинации. Да, по два победителя в каждой номинации. Победители, узнав об этом... В номинациях не тех, которые определяются по лайкам или репостам, а в номинациях, которые определяются именно голосованием членов жюри. Да, то есть вот те итоги, которые мы подвели сегодня, будут озвучены 22 марта 18.00. Итак, не пропустите, обязательно следите за информацией. Ну а основное голосование по лайкам, правильно? По количеству лайков оно будет продолжено. Оно продолжено. До 22 числа вы можете голосовать. Мы уже начинаем отслеживать потенциальных победителей. Мы, безусловно, проверяем потенциальных победителей на накрутку, на финацию. Да, вот как раз то, о чем может нас немного проконсультировать Антон. Насколько честно все это проходит в социальных сетях? Не так много времени у нас? Я думаю, мы просто столкнулись. Я просто уверен, что были и накрутки, наверное, и лайки дополнительные. Я в комментариях даже где-то видел о том, что люди пишут. Типа, ребят, я участвую в конкурсе, но вот смотрите, там такой-то человек, например, набирает такое большое количество лайков. Пожалуйста, посмотрите, обратите на это внимание. То есть такие вот вещи действительно, они, наверное, цепляют. Это обязательно обратим, посмотрим, да, и максимально объективно оценим. У нас был нюанс, из-за которого мы можем немножко времени еще дать, пособирать лайкам из социальной сети Одноклассники, именно из Одноклассников, и, может быть, опубликуем чуть позже, 24-го. Модерация постов в социальной сети Одноклассники занимала намного больше времени, чем в ВКонтакте и в Инстаграме. И поэтому даже выходили на нас жители Алтайского края, которые участвовали в конкурсе, но говорят, вот смотрите, я еще вчера в обед 18 марта выставил фотографию, но до сих пор не пришла модерацию. И кто-то уже сейчас собирает полтора дня лайки, а я еще не собираю, да, не могу поучаствовать. Поэтому мы отдельно эти случаи отрабатываем, в Одноклассниках, возможно, дадим еще небольшой люфт времени. Мы об этом обязательно будем писать в наших официальных страницах конкурса, поэтому следите, читайте. Если есть какие-то пожелания, пишите нам обязательно в наши аккаунты, мы всегда ответим, всегда на связи. У нас большая команда занимается модерацией, где-то мы определяем, нам помогают специальные технические программы, и потом мы отслеживаем накрутку, количество и так далее. Где-то нам приходится это отрабатывать все вручную, и это действительно большой труд. Поэтому не серчайте на нас, если мы немножко задерживаемся. Мы просто наберемся терпения на самом деле, действительно проводят огромную работу ребята. И благодарю Кирилла, благодарю тех, кто сегодня участвовал в этом обсуждении, потому что нам без вас совершенно никак. Нам нужен профессиональный взгляд, да, Андрей, нам нужен человек, который ориентируется в социальных сетях и видел не одну вот такую вот фотографию, да, которую разместили на своей странице. Ну и, естественно, сейчас мы такую основную часть работы, можно сказать, провели, остается выяснить, кто же получит главные призы. Конечно. Будем ли мы о них говорить? У нас... По лайкам, что у нас осталось? Соответственно, в каждой социальной сети, в Одноклассниках, Инстаграме и ВКонтакте за первое место получается у нас Apple iPhone 8. Второе и третье место, то есть за два места они получают у нас Apple iPad, участники, которые заняли второе и третье место. Также у нас есть призы, которые определяются по хэштегам муниципального образования, то есть должно быть два хэштега. Хэштег «Фотовыборы-22» и хэштег, к примеру, «Город Биск» или там «Троицкий район» и так далее. Мы определяем человека, который не победил в краевом значении, но при этом набрал большое количество лайков у себя именно в муниципальном образовании. Там у нас есть такие маленькие призы, это портативный зарядный аккумулятор и наушники. Есть у нас еще неразыгранный iPhone по репостам в сети Одноклассники, безусловно. Ну и вроде по призам... А, еще один важный момент. Люди, которые сегодня были объявлены победителями, второго приза по лайкам они получить не смогут. Только один большой приз, уважаемые участники, вы можете получить. Это условия, как раз правила проведения конкурса, я напоминаю, размещены на сайте katun24.ru. Обязательно прочитайте еще раз, прежде чем будете задавать вопросы или комментировать что-то в социальных сетях. Вот время программы ограничено, мы на самом деле сделали максимум из того, что мы могли сделать сегодня и сейчас. Мы назвали имена потенциальных победителей, по два победителя в каждой номинации. Ну и я еще раз хочу представить нашим телезрителям людей, которые сегодня с нами работали, которые нам помогали. Антон Панкрашов, блогер. Антон, благодарю. Я снова готова с вами здороваться, чтобы продолжить беседу. Действительно, Андрей Раевский, фотограф. Андрей, еще раз спасибо за очередной уже проект, с которым вы нам помогаете и за то, что с нами сотрудничаете. Вам спасибо, что пригласили. Отлично. Это новый опыт, мы готовы его вам предоставить снова. Ну а что касается Кирилла, то мы продолжаем общение и я жду от вас информации. Ну и вся наша редакция благодарит вас. Ну и конечно, давайте поблагодарим всех жителей Алтайского края, которые приняли участие в нашем конкурсе. Это отдельное спасибо. Мы хотим сказать вам спасибо от всего издательского дома «Регион» и от тех людей, которые помогают нам проводить этот конкурс «Фотовыборы-22». Следите за этой активностью в социальных сетях. Напоминаю, хэштег «Фотовыборы-22». Ну а я с вами не прощаюсь. Увидимся. Я благодарю наших помощников сегодня в студии. Время программы ограничено. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова